Здравствуйте, коллеги, с вами Исаков Роман, компания Admiromarkets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о том, как прошли стресс-тесты американской банковской системы, что нас ждет с коронавирусом, ну и в целом, как реагирует фондовый рынок по итогам текущей недели. Ну а перед началом напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставлять в комментариях. Итак, вчера завершились стресс-тесты банковской системы, что в принципе не показало довольно-таки устойчивой ситуации по ключевым банкам в США. По результатам данных стресс-тестов банкам было предложено уменьшить дивиденды или в каких-то областях их сократить и также отказаться на какой-то период от байбеков, то есть обратного выкупа акций. Ну, конечно же, на это среагировали ключевые банки, как Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, то есть все банки по итогам вчерашнего дня также сокращались на определенное значение от 2 до 3,5%. Ну, собственно, здесь для, как, например, с точки зрения инвесторов, эта ситуация может быть не очень интересной, потому что также многие покупали, например, акции банка в свой портфель, потому что банки платят дивиденды, но финансовый сектор сейчас является довольно-таки незащищенным в текущей ситуации. Ну, и, в принципе, он больше всего может реагировать как раз на последствия коронавируса. Если говорить, например, также о моем портфеле, у меня есть одна компания в моем дивидендном портфеле, People's United Financial, которая также вчера проседала. Ну, и, собственно, здесь пока мы, да, конечно, видим сохранение восходящего тренда, то есть данную акцию я покупал еще в марте, как раз именно для получения дивидендов, но, в принципе, каких-то новых позиций здесь по именно банковскому сектору в ближайшее время я не планирую. То есть буду искать все-таки более защищенные области и защищенные сектора. К другим новостям также важно обсудить ситуацию вокруг коронавируса, потому что уже большое количество штатов в США сообщают о новом количестве зараженных. И по некоторым данным, которые публикуются, например, на портале BBC, приводится статистика о том, что на самом деле могут быть заражены в десятки раз больше людей. То есть говорят о цифрах в 20 миллионов человек, которые соотносятся с текущим показателем в 2,5 миллиона, да, то есть в 10 раз больше. Это фактическое число зараженных, исходя из как раз тестов на антитела уже, которые сейчас проводят в США. То есть на самом деле зараженных может быть гораздо больше, просто симптомы, ну, не проявляются. И также большое количество штатов сейчас сообщает о новых заражениях. На текущий момент и Техас, и другие штаты после как раз отмены локдауна говорят о новых этапах распространения вируса. Давайте посмотрим на мировую карту. Сейчас на текущий момент 9 миллионов 600 тысяч зараженных. На текущий момент пока динамика у нас восходящая, то есть тренд довольно-таки устойчивый. Но, собственно, наибольшая реакция рынка, она как раз сейчас зависит от того, как, во-первых, будет распространение коронавируса, ну и вероятность поиска как раз вакцины и альтернативных лекарств. Уже есть много теорий по поводу того, что можно лечить и средствами от полиэмилита, то, что это повышает иммунную систему и дает различный, ну, запас сил для организма. Но, тем не менее, пока полноценная вакцина не найдена и рынок, конечно, это все воспринимает пока негативно. Вчера был практически новый пик зараженных 178 тысяч, пик приходился также на 19 июня, то есть все равно пока динамика здесь сохраняется восходящей. Но, безусловно, рынок на это реагирует и не может пока с этим справиться. Хотя, с другой стороны, пока вот мы видим на текущий момент по итогам пятницы все-таки закрытие больше с некоторым позитивом на текущий момент. Ну и, кстати, выходили данные по ВВП, мы с вами говорили о том, что на это нужно обратить внимание. Данные фактически вышли негативными, да, то есть минус 5%, ну, это и ожидалось, что рынок, ну, фактически не воспринял как сильный негативный сигнал, да, в данном случае. Скорее всего, вот как раз тот негатив, который добавился вчера, это были результаты падения также по банковскому сектору. Соответственно, давайте теперь посмотрим, что у нас происходит на ключевых инструментах. Разберем с валют и потом посмотрим уже непосредственно также фондовые индексы. Начнем мы, как всегда, наш разбор с евро-доллара. Здесь пока мы видим попытки снижения евро по отношению к доллару, пока мы держимся выше уровня поддержки на 1.1170. Но пока динамика с точки зрения часового таймфрейма здесь сохраняется негативная. Фактически здесь мы можем, да, рассматривать два сценария. То есть евро может удержаться выше области 1.1170. И в этом случае мы можем искать покупки, если цена сможет закрепиться выше максимума, которые были сформированы в четверг. Или если мы сегодня не увидим нового минимума. Ну, то есть задел на пару торговых сессий, то есть на пару дней, возможно, понедельник, вторник. Если удерживаемся выше отметки 1.1170, то разумно искать покупки уже непосредственно по тренду. И, ну, по крайней мере, таким сценарием тоже я продолжу для себя искать. По британской валюте здесь также сохраняется пока общий тренд. Да, была небольшая коррекция. Американский доллар укреплялся последние несколько торговых сессий. То есть именно три, да, на текущий момент по британской валюте. Но пока общая динамика здесь сохраняется восходящая. Соответственно, точно такая же здесь идея. Формируются довольно-таки неплохие уровни. Соответственно, если британская валюта закрепляется выше максимума четверга, то здесь уже можно будет искать, ну, по крайней мере, я для себя буду искать покупки. И с целями продолжения как раз данного тренда на 1.2789. То есть пока все-таки запас, он сохраняется. И подойти к локальным максимумам, которые мы видели в начале июня, здесь мы тоже можем. По паре американский доллар, канадский доллар, общий тренд здесь сохраняется. Нисходящая цена все дальше и дальше заходит пока в зону перепроданности, что дает нам также предпосылки на поиск продаж по тренду в данной паре. Соответственно, локально здесь пока сохраняется восходящее движение. Есть область сопротивления на 1.3680. Соответственно, если мы сможем удержаться выше данного уровня, точнее ниже данного уровня, то, соответственно, поиск продаж здесь тоже будет иметь смысл. Именно тоже довольно-таки неплохие уровни формируются. Но, конечно, если цена пока не уйдет выше максимума, которые были сформированы вчера, иначе последует отмена сценария. То есть пока сохраняется восходящее движение здесь. И пока рано искать продажи, но к ним уже можно готовиться. По паре американский доллар, японская иена. Здесь сохраняется движение в боковике. И, в принципе, как я ранее рассматривал здесь покупки. То есть сейчас с текущих уровней сигнал на покупки он произошел. Но точка до входа была не совсем комфортная. Поэтому здесь, ну, скорее всего, если будет еще одно снижение, и точки до входа будут более разумные, то покупки здесь имеет смысл рассмотреть. Пока здесь остается в ней рынка по данной паре. По австралийцу также цена держится в области поддержки на 67.68. И сейчас есть попытки на начало как раз восстановления, ну, и продолжение как раз восходящего тренда, восходящего движения. Покупки здесь я бы для себя рассмотрел, если цена закрепляется как раз выше максимума, который мы видели вчера, по 68.93. И, соответственно, дальше уже можно рассматривать здесь покупки с целями как раз продолжения роста к локальным максимумам, которые мы видели в начале месяца. То есть на 70.50. По новозеландцу здесь, в отличие от австралийца, уже сформировался паттерн на покупку. Я поставил уже отложенные ордера. То есть также здесь обращу внимание, то что после как раз восходящего движения мы опустились в область поддержки на 63.78. И с этих уровней, в принципе, также у нас рост может продолжиться. Так как пока все-таки общая динамика здесь сохраняется восходящая. Вот как я и сказал, то есть сегодня уже мы торговались выше максимума в четверга. Поэтому здесь я поставил отложенный ордер на коррекцию как раз в область 64.23. И стоп-лоссом за локальным минимумом, то есть за минимум, который был сформирован вчера. Соответственно, здесь цель по движению 65.20. Поэтому если сценарий реализуется, то довольно-таки неплохое соотношение риск-прибыль здесь можно получить. Ну и, в принципе, можно ожидать даже и дальнейшего движения в области 65.20. 65.66. Но ближайшие цели выглядят тоже довольно-таки неплохо в данном случае. Золото корректируется. Пока мы не смогли обновить локальный максимум, который мы видели 24 июня. Ушли небольшую коррекцию. Но пока общая динамика здесь сохраняется восходящая. Поэтому покупки по золоту здесь остаются в приоритете. И пока золото вызывает также интерес. И, соответственно, продолжение роста. Ну а теперь переходим к фондовым индексам. Здесь ситуация тоже довольно-таки интересная. Но фактически мы видим, что последние несколько торговых сессий мы торгуемся без какого-то ярко выраженного направления. То есть, фактически здесь идет такая классическая борьба быков с медведями. И сейчас не совсем понятно, кто же рулит ситуацией. Потому что довольно-таки большое количество факторов негативных влияет. Это, в первую очередь, риск второй волны и в Европе, и в США. Соответственно, здесь пока довольно-таки смешанные чувства на рынках. Ну вот мы уже несколько раз об этом говорили. Поэтому сейчас, пока мы видим движение. Да, вот последние несколько недель в боковике. Есть предпосылки на нисходящее движение. Но пока рынок все-таки удерживается. Удерживается и сохраняется здесь движение восходящее. По DAX-у здесь пока позиции я открывать не буду. Мы достаточно низко от области поддержки, вблизи которых было бы интересно войти. Да, с точки зрения продолжения роста. Поэтому здесь можем ожидать еще одну волну снижения. И после этого уже заходить. По S&P картина несколько похожа. Но здесь тоже мы торгуемся пока довольно-таки низко. Ну, от средних значений. То есть, в принципе, комфортные уровни для покупок. И теперь давайте посмотрим часовой таймфрейм. Собственно, пока здесь у нас сохраняется движение нисходящее. То есть, вчера к концу торговой сессии мы как раз подросли. В среду мы снижались. Снижение там было порядка 4% по S&P. Соответственно, здесь мы можем ожидать еще одно снижение. Если цена сможет закрепиться ниже минимальной значения четверга. То есть, это подтвердит как раз настрой нисходящий по фондовому рынку. И, собственно, снижением закроется у нас еще одна торговая неделя. Ну, а вблизи как раз отметки 2950. Если мы увидим разворотную модель, то здесь как раз я бы рассмотрел уже покупки. То есть, покупки, да, но, скорее всего, чуть ниже. Ну, и нефть продолжает также корректироваться. Вчера мы видели небольшой отскок, но в локальных максимумах 23 июня нефть снизилась там порядка 10%. Что, в принципе, ну, в текущей волатильности не очень много. Но, тем не менее, пока нефть переходит в фазу нисходящую, да, на текущий момент. Именно, скорее всего, коррекцию в область там 36% по CFD на нефть марки Brent мы можем здесь еще увидеть. То есть, в целом, в целом, есть определенные факторы на рынке, которые могут вылиться в негатив, да. То есть, сейчас ситуация развивается вокруг, опять же, второй волны коронавируса. Я думаю, что уже все про это слышат, все про это знают. Но пока, пока фондовый рынок держится. Также пока хорошо держится технологичный сектор. Да, мы видим новые, видели не так давно новые максимумы. А вот как раз компании старых экономик пока только-только, ну, восстанавливается, скажем так, чуть хуже. Ну, и, в принципе, если будет все-таки вторая волна, второе снижение, то реакция на фондовом рынке может быть довольно-таки сильной. Ну, мы с вами будем смотреть, будем отслеживать ситуацию. И в следующий понедельник с вами также встретимся. Посмотрим, как закрылась пятница и что нас будет ожидать на следующей неделе. На сегодня это все. С вами был Саков Роман. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо за внимание и до свидания.